Встрел продолжается! И я очень рада, что этот номер помог мне не только узнать историю города Севастополя, но и историю своей семьи. Так проходит конкурс «Мы – наследники Победы». Чтобы максимально точно передать атмосферу Великой Отечественной, школьники внимательно отнеслись к подбору костюмов, пообщались с ветеранами, ознакомились с военными архивами. Пока одни выступают на сцене, другие только ждут своего выхода. Ребята, здравствуйте! Что за номер вы подготовили? Мы 61-я школа, мы подготовили номер про Григория Халифа и Александра Прохоренко. Это два человека, которые совершили похожие подвиги, но в разное время. В Великую Отечественную войну и в современное время. Что для вас значит находиться здесь сегодня? Ну, это как честь, потому что наши деды воевали, и они хотели, чтобы в дальнейшем мы, внуки, их сыны, жили вот. Среди гостей – герой Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Виктор Исаев. Концерт прекрасный. И для меня это не новое. Я езжу по школам, по вузам, по военным училищам, всегда с детьми. Цель проекта – развить чувство патриотизма у подрастающего поколения. Не просто выучить историю из учебника, прочувствовать и постараться ее прожить. Для школьников это лучший урок. В Севастополе конкурс проходит в пятый раз. Тема этого года – эстафета времени. Специально была выбрана эта тема в 75-летие Победы, чтобы показать актуальность подвига тех лет в сегодняшний день. Я думаю, что ребятам удается донести до зрителя свою идею, мысль. И в течение конкурса у меня, например, несколько раз наворачивались слезы на глаза. В проекте участвуют 25 крымских городов и Севастополь. Итоги знакового конкурса подведут накануне празднования Дня Великой Победы. Второй этап завершен. Из 14 коллективов жюри выбрали два. Они представят город-герой в Симферополе в финале конкурса. При этом без призов не остался никто. Ребята получили подарки от спонсоров, путевки в оздоровительные лагеря и отправятся по крымским местам боевой славы. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро. Нового дня.